Друзья, я приветствую вас на канале Строим Дом своими руками. Сегодня у меня куча различной работы, интересной и может быть не очень, хотя интересной. И еще от меня сегодня вы увидите порцию кассипор, честно, которую я вам рассказываю и кого-то они, возможно, предостерегают от каких-то неправильных действий, кому-то помогают. И теперь начнем про все подробно. Сначала. Я буду сегодня натягивать вот здесь пароизоляцию. Короче, вы поняли. Да, это Женя. Начнем с того, что нам нужно переделать леса. Все, получилось вообще просто классно, ребята. Вау, Женя, нас камеру снимает. Про вентиляцию, кстати, я хотел бы от вас какие-то советы услышать. Но что я взял сегодня? Скрикучая дверь. Такие каналы двухметровые. Сейчас мы их напилим и я их расположу в санузле, потому что, как я говорил, здесь у меня шахта и вентиляция будет выходить в потолках. Моя идея в том, что эта система при точке, она будет дуть воздух в конвекторы и поднимать, по сути, теплый нагретый воздух, поднимать и циркулировать по помещению. Это будет вытяжка. Сейчас я не буду углубляться в саму систему протяжки этих вентиляционных каналов. Я просто сделаю выходы. Для чего, опять же, мне нужна вентиляция сегодня? Для того, чтобы просто натянуть потолки. Задача поднять леса на одну ступень вверх. Так не получается. И так не получается. А всего-то нужно отодвинуть лестницу на изгиб. Догадался, исправил. Это уже доработанная конструкция лесов. До этого мне приходилось таскать сюда сходни. Они были очень тяжелые и громоздкие. Придумал вариант с двумя лестницами. Стало легче. Все, получилось вообще просто классно, ребята. Теперь вот такое изобретение нам придется каждый раз городить, когда у нас появится желание постирать шторы, видимо, или прикрутить какие-нибудь гардины. Или нужно покупать какие-то домашние леса. Я пока не знаю. Может, что-то вы предложите. Было бы здорово. Сейчас я должен раскроить вентиляцию и будем ее устанавливать на стену. Это у меня по 2 метра, а стена у нас 20-ка. Сделаю по 50 сантиметров, и мне этого хватит как раз на 4 конвекционных входа здесь. Я еще раз говорю, друзья, я просто пока не рассчитал полностью, как будет идти вся система вентиляции. И если вы мне дадите какие-то ссылки на варианты с рекуператором, без рекуператора, чтобы можно было изучить, может быть, что-то посоветуйте по вентиляции, просто нереально счастлив и рад от вас услышать. Сразу скажу, водные, у меня есть возможность забора воздуха в подвале, там, где будет у меня бойлерная, как вариант. И у меня стоит 2 гриба на кровле. Один гриб, это точно будет для системы унитаза, вот это основной. Второй гриб под вентиляцию. То есть, выхода я могу делать вот таким образом. Могу добавить еще грибы. То есть, в этом доме можно хоть что еще изобретать, это вообще проблем никаких. Поэтому, если вы посоветуйте хороший приточно-вытяжной вариант, я буду просто благодарен. Ну, а теперь пилим. Я просто с каждой стороны поставлю вот такие коробухи. Протяну их скотчем, на всякий случай. Хотя этого не обязательно, но вообще, наверное, стоило бы герметиком, но я просто скотчем крутану и со второй стороны одену. И это у меня будет находиться в стене. Здесь пароизоляция, тут пароизоляция. А потом здесь я уже смогу изобретать, что хочу. Чтобы не было потерь воздуха, я герметизирую все швы скотчем. Подготавливаем наш потолок к дальнейшим работам. Убираю светильники. Но без освещения никуда, и поэтому мы повешали временную лампочку. Возможно, использовать колено на воздуховоде не совсем правильное решение. Но в моем случае других вариантов не было. Пришлось использовать повороты 90 градусов. На втором этаже у нас три комнаты. Соответственно, три вентиляционных хода. Для надежной фиксации я решил их просто запенить. Опять же, не рекламирую. Просто вы спрашивали, чтобы я говорил материалы, которые использовать буду сегодня. Изоспан мне не очень понравился, так как клейкость у него фиговенькая. Так как это тряпка. Ну и он из не очень дорогих вариантов. Я взял Альфа Барьер 3.0 пароизоляция. Трехслойная армированная пароизоляционная пленка для скатных крыш и стен. Это прям целлофан, но он армированный. И он имеет три слоя. Мы сейчас скрываем пленку. Аккуратно. Аккуратно. Потому что это целлофан. Там, наверное, есть какая-нибудь скрывная... Ну, наверное, но я ее, к сожалению, не нашла. Кстати, насчет того, что я пропенил, вообще нет никаких обязательных условий, что эта пена как-то здесь поможет. Я, наверное, таким образом просто скрепил эти доски с стеной. На самом деле, там, правда, захлёст утеплителя, а эта пена здесь, по сути, не нужна. Ну, просто прошелся так. То есть, вентиляция, да, там я хотел фиксануть ее, чтобы она вклеилась. А все остальное, ну, наверное, можно было и не пенить. И еще раз, друзья, часто в комментариях стали писать, что я кого-то учу. Я никого не учу, это дневник моей стройки. Я просто рассказываю и делюсь информацией с теми, кому это интересно, как я это делаю. Конечно же, вы сделаете лучше и правильнее, возможно, чем мы с моей Женькой. Ничего не рекламирую. Я сейчас покажу вам одну сторону, вы не пугайтесь, потому что вы видите рекламу. Но я не рассказываю. Просто есть вот такая, а есть вот такая. Такая в строительном магазине стоит рублей 50, такая стоит 3 сотки. Но вот эта штука реально работает. Она просто, мне кажется, если ее так растянуть, на нее мух можно ловить, они не отклеются. Это тоже работает, но стрёмно, она отклеивается. Не знаю, может быть, с целлофаном и это бы работало. Это все-таки коридоры, мне неохота здесь больше лазить по стенам. Ну, это высоко. Поэтому взял один раз нормальную. Смотрите, она прямо вон вся в паутине в какой-то, видите даже. Использовать пароизоляцию нужно с умом. Просто прикрепить пленку к потолку, это еще половина успеха. Необходимо надежно герметизировать все швы и стыки, чтобы тепло не уходило в кровлю. Смотрите, какой интерес. У нас здесь написано верхняя сторона, да? И непонятно, верхняя сторона куда? К потолку она кверху идет. Или она здесь шершавая, да? А с этой стороны гладкая. Вот. И я так до сих пор не понял, но посмотрев в интернете варианты с технониколью, с различными дорогими пленками, которые идут, например, с отражателем, я понял, что они заматывают рулоны таким образом, что когда я его расстелю на полу, то верхняя сторона, это та сторона, которая пойдет кверху. С другой стороны, знаешь, что интересно? Реклама написана, как мне удобно читать, да? Она написана с этой стороны. И казалось бы, чтобы я так повешал это все, и мне эту рекламу было видно. А теперь давай посмотрим с другой стороны. Она не должна пропускать влагу снаружи, ну, то есть из комнат в потолок, правильно? Да. Значит, у нее должна быть вот эта сторона, то есть запечатана. Значит, она должна быть не пористой, а прям гладкой, как пленка. Водичная. А вот это для того, чтобы собирать на себе капли, типа? Ну, ладно. Короче, верхняя сторона, это та, которая пойдет кверху. Шершавая. Прям мистер очевидность. Ну, все, начинаем с этой стороны. Собираем сюда пленку, я ухожу туда, и начинаю оттуда клеить, пристреливать степлером, и сюда, а здесь мы обрежем по факту. Как считаешь? Как? Смерить можно. Можно смерить, но это было бы очень просто. Мне понравилось в характеристиках этой пленки. Написано, что она может держать утеплитель без дополнительной помощи. Это очень крепкий материал. Все места пробивания степлером я позже тоже протяну скотчем. Хорошенько обтягиваю армированным скотчем все вентиляционные каналы. То и дело от строителей слышу, что промокает минеральная вата. И ее меняют на опилки, либо глину с сеном и так далее. А вся проблема только в том, что люди используют неправильную пленку. Или хорошую пленку, но используют ее неправильно. Еще раз повторюсь. Очень важно пройти все стыки и примыкания надлежащим образом. Поэтому сначала проклеивается двухсторонний скотч. И после этого дополнительно все это еще фиксируется с внешней стороны армированным скотчем. Доклеиваю вторую часть. Хочу сказать, что работа не сложная, работа интересная. Единственное, что посоветую, не экономьте деньги, покупайте дорогие качественные материалы. Не дорогие, а качественные. Потому что вроде есть аналоги, есть чем заменить. А в конечном итоге вся эта фигня отклеивается. Простой пример. Есть видос по ссылке, где я все делал классно. Из-за спанова этим отлично. А сейчас у нас там все бахромой висит. Это все надо будет доклеивать и переделывать уже хорошими. Я и сейчас делал все не очень хорошими. То есть эту армированную ленту, которая серая, я купил простую в магазине. Простую армированный скотч. А надо было покупать фирменный, тогда бы он клеил как просто, как не могу. Но почему так? Потому что будет здесь у меня проходить обивочка и потолок. И я эту ленту еще прижму. Поэтому я не волнуюсь за этот вопрос. Весь плюс этих досок, то что возвращать их на улицу не придется. Сейчас я их перепилю на трешке и мы поднимем их наверх. Ведь мы же планировали с вами скоро утеплить потолок до конца. У меня там еще 18 пакетов лежит утеплителя. Так что крышу в этом году мы, наверное, сделаем под ключ. Ну и думаю, даже не стоит объяснять о том, что место соединения двух пленок тоже надо протянуть скотчем. Казалось бы, я сегодня запланировал два дела. Вот эту штуку сделать и еще у меня были маяки сегодня в туалете. Из штукатурки первого этажа остался только туалет. Потом мы с вами спускаемся в подвал, где я буду рассказывать вам различные варианты штукатурки по бетону. Те деревяшки мы спилили, сейчас их надо поднять наверх и пока там оставить. Не хватило немножко пленки, как Женя уже сказала. Вообще немного. Это я заклею вообще без проблем. А, кстати, кто не смотрел про чердачную лестницу, есть видос. Посмотрите, обязательно прикольная штука и работает очень даже несложно. Посмотрите. Оп. Вот так открывается. Вот так выдергивается. И все. Можно сделать, в принципе, одной рукой. А можно двумя. Ну, можно одной. Вот так, смотрите. Оп. Оп. Видно меня? И так. Оп. И все, лестница открыта. Так, Жень, ну мне нужна ты, наверное, чтобы поднять это все наверх. Ты будешь, наверное, снизу подавать, да? Да. Да, да тут вообще просто парная. Вот она, наша красота вся. Наш лесок. Тут прям вообще просто жарко. Ну что, давай начнем? Подожди, как мне тебе помогать? Точнее, тебе мне, мне тебе. Вы знаете про наше замечательное окно. Вы знаете про замечательный материал, который я покупал. И вот сейчас ни одного слова против компании, которая мне продала этот материал. А этот косяк мой, когда мы заливали эту плиту, было все идеально, все здорово. Она везде хорошо примкнула. Я не знаю, как это произошло, но проблема локализована только в этом участке. Больше ее нигде нет. Сейчас мы дольем дегидролом. Вот эта часть, она отошла. Она прям на стук была такая, прям барабанная. Остальное все держится просто шикарно, нигде не барабанит. У меня остался еще материал. Тот же самый. Сейчас его просто долью, и проблем не будет. Кому интересно, как все это дело гидроизолировать, сразу говорю, что я советую это делать, если вам это необходимо. Классная штука на самом деле. Это не реклама, это просто отзыв покупателя. Вот, все написано на коробке, и я вам сейчас об этом даже рассказывать не буду. Вы просто увидите, как это быстро, легко все ремонтируется. Вы смотрите, а я буду делать. Приготавливаем смесь нужной консистенции путем смешивания порошка дегидрола с водой. Да, для тех, кто не понял, в самом начале видео я показывал уже подготовленный участок, на который буду наносить раствор. Конечно же, предварительно я поработал перфоратором. Это не просто так отвалились куски. Даже если бы я не убрал тот состав, это все могло бы работать. Но так как у меня остались излишки материала, я решил отремонтировать ту часть. Что мне понравилось, дегидрол создает плотную корку на поверхности, которую очень трудно было подцепить лопаткой. Надо сказать, интересный материал, и мне он понравился. Выливаем приготовленный состав на ремонтируемое место, и растягиваю все шпателем до ровной поверхности. В общем, ничего сложного, друзья. Ну, я дико извиняюсь, если видос оказался не такой уж, как вы ожидали, длинный. Честно говоря, сейчас в последнее время у нас такие заморочки в плане работы, ее очень много, и она не такая, чтобы вам была интересна. Ну, то есть, как бы, не такая, чтобы была вам полезна. Просто для примера, вчера мы весь день делали нашу кухню новую. Кстати, если кому-то интересно видос про шезлонг, он вот по вот этой ссылке, можете его увидеть. Пойдемте, я вам покажу, что мы вчера сделали, а вы, ну, сами скажете, хотите вы такие видосы смотреть, или это, ну, неинтересно. Запустили кухню. Я вчера собрал щит. Видос я, опять же, не снимал по этому щиту, за что я дико извиняюсь. Но, с другой стороны, я просто посмотрел, предыдущий щит я снимал, и я смотрю, что он вам сильно не был интересен. Поэтому смысл снимать этот я не видел. Я вам фотографии сюда добавлю. Если вам будет интересно, то я вам сниму в подвале, когда я буду собирать щит. Там он будет уже с выравнителями, с какими-то датчиками. Мне тут электрик, человек, который с нашего канала помогает мне по электрике, он мне сказал, что там будет прям ноу-хау. Здесь, ну, что могу сказать, мы просто по этажам раскидали у нас тут варочная панель, духовка, посудомойка, фартук, свычи, печка. Здесь я еще, наверное, поставлю одну розетку. Возможно, не знаю пока, будет ли она, нет. Холодильник отдельно идет. Все остальное, в принципе, ну, дальше идут каждая комната на своем адресе. Вот. А, диван еще вчера привезли. Ну, и тем, кто досмотрел до конца, друзья, бонус. Мы модернизируем нашу баньку. Комаров что-то появилось. Иди сюда. У нас очень классно работают эти камни. Сейчас, кстати, в бане очень тепло, потому что она была подтоплена один раз. Но у нас вот это некрасиво смотрится. И я решил, мы решили, что сейчас вот эту штуку мы вот так обвальцуем и тоже засыпем камнями. И тем самым они будут нагреваться и тоже давать нам тепло. Вот такая вот идея. Короче, вечер после бани. Я сейчас подкинул еще дровишек. Там сейчас Женька моется. Тишина, класс. Ну, правда, дождь, наверное, планируется скоро. Но вечер просто, просто шикарный. Баня, конечно, вообще огонь. А сейчас теперь еще ноги не сжет. Так вообще круто. Камни такой жар дают. А, смотри, там у нас осталось место пустое. Вон. Ну да, камни. Я заметил, теперь стоишь возле нее ногами прям близко. Ну, вообще нормально. Не сжет ничего. Там такая жарень была. Я даже холодной водой помылась, ничего страшного. Ну все, друзья. До скорых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok